Ветеранское подворье, в нем любовь и красота. Остановится прохожий, взгляд не может отвести. Ветеранское подворье, ах, какая благодать! Праздник – это всегда песня, и нашим дружным хором мы с вами сейчас затянем нашу любимую песню про нашу труженицу – деревню. Деревня моя, деревянная дальняя, смотрю на тебя я, прикрышись рукой. Ветеранское подворье, в тюрьму, в тюрьму стоишь на веку. Ветеранское подворье, в тюрьму бросится, а я все не еду в небо и не вовремя. В этом зале собрались все победители, участники смотрок конкурса «Ветеранское подворье-2015» и гости, приехавшие из всех населенных пунктов Кингисевского района. Наш район становится все краше, привлекательнее, а его жители узнают, насколько интересны и разносторонние увлечения наших дорогих ветеранов. Сегодня наш смотр представит в новой расширенной программе. В этом году его дополнит агрофестиваль. Приглашение к участию не только людей пенсионного возраста, но и фермеров любых возрастных категорий. Учредитель агрофестиваля, администрация Ленинградской области. Слово для приветствия предоставляется председателю общества ветеранов Грижачеву Вячеславу Леонидовичу. Вручалом исполнении Марии и всех вас, понимаете, даже вот слеза такая хорошая, теплая, русская, прошибает, когда эту песню поет весь народ, который здесь эту песню знает, ну, вот с таких вот лет. Я приветствую вас в этом зале, потому что ветеранское подворье, ветеранское подворье показало и показывает уже 11 лет, насколько люди любят свою землю русскую. Очень любят свою землю и делают из этой земли такую красоту, диву даешься, женщина за 70, около 80 лет из участка делает просто дворец, дворец. И все культуры есть, и все дизайн шикарный. И площадь, казалось бы, ну необъятная, 12, 13 соток, 15 соток, вот женщины, в основном женщины, если есть мужики, слава богу, они помогают. Но эти участки, вот мы посмотрели в прошлом году, в этом году посмотрели, исключительно красивые, исключительно наполненные, вот понимаете, вот такой какой-то, вот человеческий, человеческий участок в жизни, вот природы. Добрый день, дорогие участники ветеранского подворья. Диву даешься, сколь богата кингисепская земля неравнодушными и талантливыми людьми, которые, находясь на заслуженном отдыхе, так умело, с такой выдумкой и любовью ведут свои приусадебные хозяйства, что результаты их труда не могут не поражать. Завершилась огромная работа, проведенная общественной организацией по осмотру конкурса «Ветеранское подворье-2015». С каждым годом география конкурса все расширяется. Его итоги по традиции подводятся после сбора урожая. Охват участников смотра конкурса за 11 лет более 400 человек. К конкурсу желающие участвовать в нем готовятся с ранней весны, выращивая рассаду дома и в парниках, а затем перенося ее в открытый грунт. Номинация «Лучшее дизайнерское решение». Второе сельское поселение – это Пустомерская. Председатель Жарова Лидия Константиновна. Победитель Морохия Людмила Александровна в номинации «Лучший животновод». Дмитриев Александр Валентинович. Номинация «Умелые руки». Далее Котельское сельское поселение. Председатель Драчевская Александра Александровна. Победители Смирнова Валентина Васильевна. Лучшее ветеранское подворье. Рекомендовано также на область. И Смирнова Анечка в номинации «Лучшая детская грядка». Акульевское сельское поселение. Председатель Горкина Галина Николаевна. От музыкального квартета «Рос». Художественный руководитель Фаина Искарева. Прозвучат обработки русских народных песен. При Далимушке и Айксе-Кубушке «Домой». Академия «Лучшая детская грядка». 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 Добро пожаловать на наш канал! На самом деле, сегодня уже сказали, что 11-й год подряд мы проводим это мероприятие. На самом деле, оно занимает достойное место во всех самых интересных мероприятиях, которые происходят на территории нашего Кингисепского района. И самое главное, вы в этом мероприятии подаете колоссальный пример и еще раз подтверждаете, как можно прокормить наше население, как можно не забыть все те традиции, которые веками, десятилетиями, крупицами собирались на территории Руси. И сегодня самые достойные уже объявлены и будут награждены. Мне хотелось бы сказать, что если бы не такой пример, наверное, может быть, не возникли многие фермерские хозяйства. Наверное, если бы не такой пример, ваши дети не продолжили бы, ваши внуки в том числе не продолжили бы то, что вы умеете делать профессионально. И на самом деле, это есть преемственность поколений, когда старшее поколение передает свои знания младшему поколению. Что такое импортозамещение? То сегодня мы, наоборот, это слово нам стало нравиться, это слово вызывает гордость, потому что мы умеем кормить свой народ. И мне очень приятно, что сегодня, несмотря на то, что 50% земли в Кингисепском районе сегодня простаивает, не возделывается, Я сам работник сельского хозяйства и сегодня подсел своим землякам истинным, откуда я начинал свою трудовую жизнь с обхоза Котельский. Мы много повспоминали, много что еще есть вспомнить. Я горжусь теми людьми, которые остались верны сельскому хозяйству и работают в этой отрасли. И первые свои рабочие дни тоже работал на земле Кингисепского района. Ихнюк Сергей Васильевич, председатель комитета вице-губернатора по сельскому хозяйству, профессиональнейший человек, который сегодня поддерживает сельское хозяйство на территории всей Ленинградской области. Поэтому программы есть, программы работают. Наш комитет по АПК Кингисепского района, малый и средний бизнес. Мы очень много делаем для того, чтобы возродить все старые традиции, возродить то, что мы умели делать профессионально и хорошо и возделывать нашу землю в будущем так, как возделывали ее наши деды, прадеды и как мы ее возделывали еще в те советские времена. У нас большое будущее, да, у нас много трудностей, да, мы их переживем, но мы уверенно смотрим в завтрашний день, потому что традиции есть, потому что мы свой народ накормим, импортозамещение мы сделаем на высшем уровне, будем есть натуральные хорошие продукты, то, что мы умеем делать и не ленимся это делать. Самое главное, у меня к вам просьба, передавайте свой опыт, передавайте семейные традиции, которые должны быть постоянно на нашей территории и кормить наш народ. Мы это сделаем обязательно. Поэтому сегодня, в этот праздничный день для нас, для всех, конечно, и даже небо растурвилось, и дождика нет, вот, многие рубчат, надо картошку копать, надо объезжать картошку, потому что сегодня такой день. Вот, это истинные, истинные работники сельского хозяйства, которых ни днем, ни ночью не остановишь от сахи. Вот, это наша гордость, это наша гордость, на том мы и будем стоять, мы умеем работать, и мне хочется сегодня всем вам пожелать крепкого здоровья, пожелать вам бодрости духа, вот, коллективизма нашего, который есть, чувство локтя, поддержки друг друга. Только вместе мы сильны, только вместе мы можем объединиться, и не такие тяжелые времена мы переживали в нашей стране, не такие агрессоры нас пытались сломить. Сегодняшняя ситуация непростая в стране, непростая на мировом пространстве, и мы говорим, неизвестно, кто больше пострадает. Неизвестно, кто больше выиграет сегодня в этой тяжелой экономической войне. Это настоящая война, это экономическая война. Если в Великой Отечественной войне или в другие войны, вот враг, вот винтовка, вот кинжал, вот тот, кто победил, тот победит. То здесь победить нужно очень умело использовать все рычаги экономики в государстве. И наш президент, наше правительство Российской Федерации, наше правительство нашего региона готовы к любым вызовам. А самое главное, готовы мы. Мы готовы и потерпеть, и перетерпеть, и не роптать. И это надо передавать своим детям, своим внукам, что надо иногда и подтянуть пояса. Сытые времена, нельзя сказать, что они прошли. Хорошо мы пожили последние 10-15 лет. Немножечко, может быть, придется подтянуть пояса. Немножечко нас, извините меня, заслыет, колбасит от этих валютных операций, которые происходят ежедневно на бирже. Но мы сильны и живы другим потенциалом, другими интересами, которые заложены у нас в крови и переданы на уровень генов нашими предками. Поэтому России быть сильной, процветающей, и она отбирается на таких, как вы. Сегодня не могу не сказать два слова о следующем выходном дне. 13 сентября мы будем избирать губернатора Ленинградской области. 13 лет в Российской Федерации не избирались губернаторы в регионах. И мы сегодня, наверное, самая демократичная страна на мировом пространстве. Нет такой демократии в Америке, я вас уверяю. Нет такой демократии в Европе, которая сегодня декларируется. И последним ударом в ответ на какие-то замечания мировому сообществу президент Российской Федерации принял решение избирать губернаторов. Это один из серьезнейших институтов демократии, потому что всенародно избирается первое лицо региона. Я сегодня вас даже не имею права агитировать или призывать прийти на избирательные участки, потому что я больше чем уверен, что вы именно те люди, которые своим примером покажете и первые проснетесь и пойдете голосовать. Я сегодня хочу вас попросить по-другому. Только опираясь на вас, на ваше поколение, на то, что вы пережили, и то, что вы цените, и о том, о чем вы желаете будущим поколениям жить в стабильности своим детям и внукам, я призываю вас поддержать и направить в правильное русло тех людей, которые сегодня могут сказать, Да, все равно губернатора изберут. Мы, наверное, понимаем, о ком мы говорим. Я сегодня при исполнении не имею права называть фамилии. Да, все равно его изберут. Что хотеть? В общем, мы покопаем картошку, выпьем пивка на природе, или пожарим шашлыки, или съездим в Петербург, или поедем на день рождения куда-то, или что-то такое. У каждого в жизни есть какое-то событие в этот день. Поэтому я призываю вас, помогите, пожалуйста, чтобы явка в районе была высокой, чтобы люди, которые не собираются идти, все-таки пошли, и вы их расширили рядом. Членов своих семей, детей в первую очередь, родственников, соседей, пообщайтесь сейчас вот так вот в сарафанном радио о том, что люди думают, как люди думают. Если мы поддержим и дадим максимальный аванс доверия будущему губернатору, он имеет право тогда решать все региональные проблемы и с большей уверенностью заходить к президенту Российской Федерации, к премьеру, выбивать программы, финансирование наших программ, и строительство дорог, и образования, и медицины, и многое другое, в чем мы еще очень нуждаемся, чтобы довести до высокого уровня оказания муниципальных услуг. И я уже так смело не зайду, робко говоря о том, что ну вот там были люди, было 30% явки, но это ни о чем. Поэтому мы сегодня уверенно должны достичь своих результатов, мы должны прийти активно на выборы, показать свою политическую сознательность, показать, что мы неравнодушные люди, проживающие на территории Кингисепского района, и мы неравнодушные люди в составе большой семьи Ленинградской области. Мы поддерживаем нашего кандидата, нашего будущего губернатора, который искренне, добросовестно, с полной отдачей будет работать в следующие 5 лет на процветание нашей территории. Вот это я хочу вас попросить. Добра, счастья, сеть и улыбка. Я не садовод, если честно, но у нас в семье счет 3-2. У нас 3 человека против сада, 2 за сад. Вот мы 3 года воевали, победила меньшая половина, у нас сад растет, я благодарен жене, среднему сыну. Сидно очень красиво, я посмотрел картинки до того, как начался этот праздник, и Сидно это искусство, искусство, которым вы владеете в совершенстве. Очень важно, чтобы это искусство переходило от вас к вашим детям, и поэтому, ну, собственно, вам благодарен за то, что вы делаете. А вот этот смотр-конкурс я хочу от временной исполняющей обязанности, здравствуйте, Александра Александровича, от правительства Ленинградской области. Я себя лично поздравлю с этим праздником. Праздник хороший, праздник мудрый, праздник красок, фруктов, овощей. Ну, собственно, то, что должно радовать. Президенту Союза фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга Александру Юрьевичу Быкову. Чуть-чуть отступления. Наше фермерское движение существует, не движение, а союз, существует уже 25 лет. У нас есть, естественно, свои ветераны, которые очень долго работают на земле, и есть ветераны с 90-х годов, которые до сей поры еще не бросили фермерское движение и фермерские дела, выращивают экологически чистую картошку и все овощи. А вы сами понимаете, это тяжелый труд. Куда я приезжаю поздравлять наших фермеров и все время желаю не только фермерам, но и всем ветеранам, которые есть, хотел пожелать. И желаю им большого здоровья, удачи, счастья, чтобы вы видели продолжение в ваших внуках, правнуках и всего самого-самого, наверное, светлого в жизни. Успехов вам в вашем труде. Спасибо, Александр Иванович, и вам всем благ. Принимайте, встречайте и аплодируйте веселым, зажигательным матрешкам. Студия-палета Индисепского культурно-досугого комплекса, художественный руководитель Светлана Гулимова. Матрешки. Наташа, Таня, Нина, передица, я вообще-то тетрошечки, русские матрешечки. Все вокруг довольны, покупкам не цены, покупатели, как дети, матрешек влюблены. Русские матрешечки. Едет поросел и сарафан, и теперь диктует моды, симпатичный сувенир. Матрешек-корободы похорили целый мир. АПЛОДИСПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСПОКОЙНАЯ МУЗЫКА главы Адрича Старства Северного Завария Министерства и Министерства 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 Айванова Елене Григорьевна Антона. Мне всегда очень приятно на нем бывать, потому что как человека, который мало что умеет делать руками, меня всегда удивляет, поражает то, что делаете вы. Какие делаете вы действительно чудеса на своих участках. И я сама тоже, можно сказать, заболела этим делом, и вот уже 5 лет делаю робкие попытки в этом направлении, ну и даже что-то получается, и может быть когда-то со временем я тоже включусь вот в это движение ветеранского подворья. Я хочу поздравить всех вас с теми результатами, которые вы добились, и поблагодарить вас за любовь к своей родной земле, за то, что вы на ней делаете, за то, чему вы учите своих детей и своих внуков, за то, что вы являетесь примером для них. Пожелать вам дальнейших успехов в этом направлении, и самое главное, пожелать вам всем крепкого здоровья. Я думаю, что, может быть, это я не совсем точно скажу, но я думаю, скажу правду, большая часть здесь сидящих, это все те, кто родились и выросли в деревне. Знаем, какой труд тяжелый в деревне всегда был и есть, и останется. Многие годы вы отработали на своих рабочих местах, кто-то руководил, кто-то стоял за станком, и так далее, и так далее. И теперь вы много сил отдаете тому, что вы имеете в личной собственности. Ваши огороды, ваши сады оказывают очень большую помощь для жителей города Кингисеппо. Не все имеют дачи, не все имеют огороды, и поэтому мы с удовольствием покупаем у вас то, что вы выращиваете. Спасибо вам большое за ваш труд, здоровья вам, всего самого хорошего. А молодежи, конечно, нужно перенимать то, что создавали, создаем вы. Подарок от Кингисеппского колледжа, технологии сервиса, сегодня обслуживание на Карло Маркса 63. Вы посмотрите, как ваши, может, у кого-то дети и внуки учатся и работают по своей специальности. Всего вам доброго, здоровья и спасибо вам большое за все. Спасибо вам большое, славное. Я скажу только одно, что наша Русь, наша Россия пошла с земли, и вы ее настоящие дружники. Те шедевры, которые вы делаете на своих садах и огородах, это все от души, это не показное, это все родное. Поэтому вот то добро, которое вы делаете, оно заслуживает большого уважения. И, конечно же, вам всем участникам, участвуйте, занимайтесь землей, передавайте это все из поколения в поколение, потому что сейчас молодежь тоже тянется к земле. И даже те, кто живут в городе, каждый второй имеет дачу, каждый второй имеет дачу. Мы говорили сегодня уже много, там, и о продовольственной безопасности тоже, но я на этом останавливаться не буду. Но земля нас всех прокормит, поэтому вам любви, добра и счастья. И, конечно же, здоровья, потому что без здоровья мы ничего с вами этого не сделаем. С праздником вас! Конкурсы поселения нашего района награждается Жанова Лидия Константиновна. Наверное, самые активные наши помощники, самые активные друзья. Спасибо вам еще раз огромное. Здоровья и счастья! Спасибо! Будь вам с годами моложе и краше, чтобы были дела хороши. Встречайте песни. Вас сегодня радует солистка Марина Попова. Ах, как я любила тебя, как я тебя ждала. Все, казалось, я за тебя жизнь не выдала. Но он не смотрел на меня, ибо меня хотел. И среди погожего дня слова не говорил. А где тут? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok